Для Антонины Ивановны январский счет за коммунальные услуги стал сюрпризом с большим знаком минус. По сравнению с прошлыми месяцами сумма в платежке увеличилась почти на 500 рублей. Для ее семьи, состоящей из четырех человек, в число которых входит двое детей, данная цифра – немалые деньги. Вот она, сумма-то, 6 848 рублей. Еще в декабре это вот были что-то с водой, видите, вот звонить, не звонить, там вообще вон 8 с чем-то насчитали, прибавили. В этой платежке по расчетам, что мы в месяц должны мусор у нас выносить, вот мы 35 килограмм, 35 литров, как считаете. Ну разве в день мы можем 35 литров? С подобной ситуацией в прошлом месяце столкнулись практически все тамбовчане. Естественно, это вызвало волну массового недовольства среди населения. В разбирательство включились даже общественные префектуры. Проанализировав ситуацию, выяснился ряд субъективных и объективных причин, которые и повлияли на увеличение платежей. Среди объективных. Первое. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в связи с изменением ставки НДС. Согласно законодательству, с 1 января 2019 года они увеличились на 1,7%. Второе. Изменение порядка начисления за вывоз мусора. Эта услуга перешла в разряд коммунальный и теперь зависит не от квадратного метра площади, а от числа людей, прописанных в квартире. Третье. Морозная погода. Низкие температуры привели к тому, что в декабре 2018 и январе 2019 годов выросли объемы тепловой энергии, подаваемой в дома. Что касается субъективных факторов, имеется рост отдельных индивидуальных начислений по платежке. То есть в январе люди, конечно же, немного больше отдыхали и больше проживали. По отдельным платежкам рост практически кратно происходит. Есть еще субъективный фактор, конкретно индивидуально по дому. По некоторым домам съем показаний производился немножко ранее, предположительно на день, два, три, в зависимости от дома. Это достаточно причина понятная, потому что при новогоднем празднике нужно успеть разнести всем платежку. На итоговые суммы в платежках повлияли и серьезные просчеты. Так, чьи дома обслуживают ООО «Жилтехсервис» и ООО «Новый дом», были начислены платежи за январь и несколько дней декабря по увеличенным тарифам. Делать этого было нельзя, так как официально в законную силу изменения вступали лишь с начала 2019 года. Следовательно, и сумму за декабрь надо было рассчитывать по старым тарифам. Уже скоро тамбовчане получат платежки за февраль, но уменьшение в них сумм в разы ждать не стоит. Цифры, конечно, немножко ужмутся, а в феврале было теплее. Да и допустившие ошибки в начислении платы за январь управляющей компанией должны сделать перерасчет. Однако стоит понимать, что вывоз мусора так и останется в разряде коммунальных услуг, а увеличенная ставка НДС никуда не денется. Чтобы помочь в разъяснительной работе по вопросу справедливости начисления платежей, в жилищном комитете администрации города работает горячая линия. Позвонить туда можно по телефону 79 13 31. В будние дни с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00. Павел Филатов, Евгений Михеев, Ольга Кириллова. Область новостей.